11 октября 1988 года миллионы телезрителей впервые увидели «Буран» — советский космический корабль многоразового использования на стартовом комплексе. В этом циклопическом рукотворном сооружении, устремлённом в небо, воплощены все новейшие достижения науки и техники. Это та самая пирамида, которая опирается на громадные основания из знаний, опыта, мастерства, таланта, математических расчётов, лабораторных опытов и натурных испытаний. Было объявлено о подготовке к проведению лётно-космических испытаний в автоматическом режиме принципиально новой универсальной ракетно-космической системы «Энергия Буран». Более 10 лет шли создатели «Бурана» к этому космическому полёту. За это время выполнено строительство посадочного комплекса, создан самолёт-аналог «Бурана», его технологические макеты и сам «Буран». Решена проблема доставки «Бурана» на Байконур. Сейчас идёт подготовка «Бурана» к отправке на космодром. Предстоит транспортировка по земле, по воде и воздуху. Для этого с корабля снята вертикальное оперение, часть бортового оборудования, установлен хвостовой обтекатель. Фюзеляж орбитального корабля длиной около 40 метров, с крыльями размахом 24 метра, массой около 50 тонн, на специальной транспортной тележке подвозят к специально возведённому причалу. Далее груз закатывают на специально подготовленную баржу, оборудованную балластными цистернами для изменения осадки. И по «Москва-реке» доставляют на подмосковный аэродром. При помощи мостового крана «Буран» устанавливают на самолёте-носителе. В качестве самолёта-носителя использован доработанный дальний бомбардировщик М-3, обладающий великолепными лётно-техническими и взлётно-посадочными характеристиками, обусловленными высоким аэродинамическим качеством. Для новой роли ему удлинили и усилили фюзеляж, существенно изменили хвостовое оперение, так как крупногабаритный груз затенял кель, установили три опоры и стыковочные узлы. После пробных полётов с макетами орбитального корабля самолёт-носитель доставил на Байконур уникальный крупногабаритный груз — космический корабль «Уран». Самолёт-носитель завершает свой перелёт на полосе посадочного комплекса космодрома Байконур. На эту же полосу впоследствии «Бурану» предстоит приземлиться после космического полёта. Но прежде его доставят в монтажно-испытательный корпус, где проведут окончательную досборку, закончат наклейку теплозащитной плитки, установят бортовые вычислительные комплексы, заложат электронную память. Из МИКа у него один путь — космос. А электронную память, программу полёта и автоматической посадки отрабатывали на стендах, летающих лабораториях, самолёте-аналоге «Бурана». На полноразмерном стенде оборудования с большой точностью отрабатывалось полу-натурное моделирование реального полёта с имитацией всех внешних воздействий на аэродинамические органы управления и их возможных отказов на различных этапах посадки. На стенде проведено более 1400 имитаций посадок. На пилотажно-динамическом стенде-тренажёре проводятся тренировки лётчиков по пилотированию «Бурана». В процессе тренировок лётчикам задавались разнообразные нештатные ситуации, которые на этапе посадки в сочетании с внешними воздействиями могут чрезвычайно усложнить задачи пилотирования. Системы управления в автоматическом режиме посадки отрабатывались на летающих лабораториях, самолётах Ту-154, специально переоборудованных так, что они довольно близко по своим аэродинамическим и динамическим характеристикам соответствовали «Бурану». Место правого пилота переоборудовано в рабочее место пилота «Бурана» с его приборами и органами управления. У левого пилота для безопасности полёта органы управления штатного варианта Ту-154. Окончательная отработка программы автоматической посадки проводилась в полётах на самолёте-аналоге «Бурана». Это тот же «Буран», но оснащённый четырьмя турбореактивными двигателями и несколько изменённым шасси, позволяющими по самолётному взлетать и набирать высоту для того, чтобы по необычной крутой глиссаде отрабатывать посадку. Самолёт-аналог на этапе горизонтальных лётных испытаний более 20 раз совершал посадку на бетон взлётно-посадочной полосы подмосковного аэродрома. Последовательно отрабатывая завершающий этап возвращения «Бурана» на Землю.